Приветствую! Вчера Давид Арахами рассказал о том, что в Верховной Раде готовится большой законопроект, который посвящен и порядку прохождения воинской службе, и основаниям для увольнения, и вопросам мобилизации в Украине. И после этого, конечно, пришла масса сообщений, там люди писали, а что же теперь делать, чего нам ждать от этого законопроекта. Причем были люди, которые там в два, смотрю, в три ночи сообщения писали. Так вот, друзья, давайте разбираться с его заявлением. Во-первых, нужно проследить всю цепочку. Цепочка звено, вернее, этой цепочки номер один. Была статья Залужного, если вы помните, где он сказал, что нужно расширить мобилизацию, расширить круг лиц, которых можно призывать. Далее, пост без угла, да, она первая в публичном пространстве заявила о том, что будет вот такой законопроект, где будет срезана часть отсрочек. И вот сейчас Давида Рахамия, уже, скажем так, третий человек, который об этом говорит, что он сказал? Он сказал следующее. По сути, правильные вещи. Он говорит о том, что людей, которые сейчас на фронте, которые пошли добровольцами, либо были призваны по мобилизации, их нужно заменить, потому что они уже два года на фронте, и, ну, это тяжело и психологически, и физически. И, конечно же, вопрос возникает какой? Если мы говорим, что их нужно заменить, то возникнет вопрос, а кем заменить? Чтобы заменить тех, кто на фронте, нужно призвать тех, кто не был на фронте. И вот расширить список лиц, которые могут быть призваны. Что это значит? Это значит, что будет, наверное, то, о чем говорила Безуглая, что будут отменяться отсрочки. Какие отсрочки? Первое, что кто в зоне риска, это студенты. Студенты, скажем так, не студенческого возраста. То есть я думаю, что те студенты, которым там 18-22, их трогать точно не будут. А вот те, кто старше, кто там 27 и плюс, а может быть и 25 плюс, их будут трогать. Тем более Арахамия сказал, что будет пересматриваться вопрос призыва, призывного возраста. В смысле возраста, когда человек из призывника переходит в военнообязанного. А по мобилизации призвать можно того, кто является военнообязанным. И, скорее всего, будет снижен этот возраст, я так понимаю, что до 25 лет. Хотя закон, соответствующий, уже давно Верховной Радой принят, Зеленский его до сих пор не подписал. И вот сейчас этот вопрос снова выносится на обсуждение в парламенте. Дальше Безуглая писала, что те, у кого жены имеют инвалидность третьей группы, соответственно, отсрочку потеряют. Потеряют отсрочку и те, кто имеет тесть, а тещу с инвалидностью первой либо второй группы. Потеряют отсрочку те, кто осуществляет уход, если этот уход не за лицами первой степени родства. И немаловажным моментом является вопрос выезда мужчин из Украины во время мобилизации военного положения. Как мы с вами знаем, правила пересечения государственной границы четко увязывают вопрос отсрочки с вопросом выезда. И, соответственно, если человек потеряет право на отсрочку, то, скорее всего, потеряет и право на выезд. И правила пересечения будут изменены в этом вопросе. И, соответственно, есть подозрения, что там с женой с инвалидностью третьей группы уже нельзя будет выехать. С тестьем, с тещей, скорее всего, уже нельзя будет выехать, поскольку отсрочки нет в связи с этим. Имейте это в виду. Конечно же, я прекрасно понимаю, что кто-то сейчас напишет, скажет, Олег, ну мы же открыли видео, дай нам конкретики, мы читали это все, мы понимаем, дай нам конкретику. Друзья, ну отнеситесь с пониманием, мне очень хотелось бы дать вам конкретики. Но ее нет. Почему? Потому что текста этого законопроекта нет. Каких-то намеков даже на текст этого законопроекта на сегодняшний день нет. Слежу за этой ситуацией. Как только он появится, безусловно, сделаю оперативно разбор этого законопроекта. Ну а пока мы просто сидим в ожидании, ждем нового года. Как сказала Рахамия, да, ближе к концу года появится, соответственно, текст. Мы помним, что в прошлом году была постанова 1487 к Новому году. Ну вот сейчас к Новому году готовят какой-то новый нам подарочек. Буду следить, как только появится, сделаю разбор. На этом у меня все. Если вы считаете, что это видео было хоть сколь-либо вам полезным, поставьте лайк. Подпишитесь на YouTube канал и подписывайтесь на мой телеграм-канал. Ссылочка в описании к этому ролику. Ну а я вам желаю удачи, благополучия и, конечно же, мира. Пока-пока.